Добрый день, участники нашей встречи. В самом начале давайте определимся в плане техническом. Если какие-то проблемы есть в отношении связи, дайте знать. Наши специалисты решат вопрос. Тема, которая сегодня заложена в основу вебинара, это лишь начало большой нашей программы. Сегодня запланирован цикл вебинаров по вопросам, связанным с состоянием нервной системы и с теми моментами, которые можно и нужно решать уже в домашних условиях. То есть это нарушение мозгового кровообращения как самая актуальная тема, потому что заболеваемость очень высокая и смертность высокая. И тема, связанная с нарушением венозного кровообращения мозга, как следующая часть. Тема, связанная с болезнями дегенеративными, это и Альцгеймера, и Паркинсона. Тоже массовые заболевания с учетом старения населения. Общие вопросы связаны с головной болью, с головокружением и с мигренью. Это все головной мозг, это все сосудистая система прежде всего. Ну и также те моменты, которые нужно знать и уметь использовать для помощи пациентам, имеющим проблемы с периферической нервной системой. Это радикулитные явления, полинейропатии. Ну и некоторые наиболее типичные моменты, связанные с патологией спинного мозга. В принципе, это очень большой объем. О лечении лекарств нам будем говорить кратко. То есть основные направления или наиболее доступные на российском рынке лекарства, доказавшие свою эффективность. Основные прикладные моменты после обсуждения причин заболевания, это, конечно, то, что можно и нужно делать дома. В плане лечебной физкультуры, регуляции дыхания, естественно, ароматерапия в разных вариантах, общие положения по фитотерапии. Ну и то, что можно использовать с учетом потенциала ведопульс, там, где он необходим, и четко показывает состояние, динамику. Это тоже будем обозначать. Тема очень серьезная, и в этой теме нарушения мозгового прообращения встречаются самые неожиданные явления. Ну вот сегодня на сайте врачей РФ, есть такой врачебный сайт, я прочитал описание случаев, это зарубежный случай, где описывают женщину, которая в возрасте 43 года перенесла с коротким интервалом менее полугода два инсульта. Повторные инсульты, как правило, в принципе, уже дают глубокую инвалидность или смерть. Ну вот такая уникальная женщина, которая восстановилась почти полностью, некоторая вялась слабость в одной руке, и все. Статья так и называется «Женщина, которую не берут инсульт». Вчера в журнале, российский медицинский журнал, описан другой уникальный случай инсульта у 9-ти месячного ребенка. Но там был тромбоз венозных сосудов, сложнейшая тема, крайне опасная. Ну вот повезло ребеночку, ангел-хранитель успел поддержать его до оперативной помощи врачей. В целом тема касается проблем нарушения мозгового кровообращения, и то, что мы посмотрим вначале, это моменты, связанные с организацией кровообращения головного мозга, к которым мы будем возвращаться периодически и на следующих вебинарах, но уже в более коротком варианте. В целом, вот картинка, которая слева, это один из моментов иллюстрации нашего кровообращения в любимой головушке. Итак, головной мозг, как вы знаете, имеет специфические свои зоны деятельности. Вот они здесь обозначены. Это и контроль движений, это и высшие психические сферы, это и связь с речью, это и самые важные, может быть, для уровня биологического ствол мозга, где сосудодвигательные, дыхательные, другие центры регуляции, вегетативные центры. И мозг является органом интенсивно работающим, даже у тех, кто не очень любит думать. Поэтому потребление кислорода достаточно высокое даже в состоянии покоя. И средние цифры, которые всем известны, кто этой темой интересуется, это потребление кислорода в пределах 20% от общего потребления организма. При том, что масса мозга, она всего лишь, в принципе, 2%. И интенсивность потребления кислорода зависит от того, насколько активно какая-то зона работает. Естественно, та ткань мозга, которая более задействована в активных мыслительных процессах и в регуляции взаимодействия различных зон, это серое вещество. Оно потребляет больше до 10 мл в минуту, белое вещество, оно немножко меньше. Ну, что интересно, что потребление кислорода – это одна часть жизни мозга, но и образование углекислого газа, его концентрация в тканях мозга определенное значение имеет и для жизни клеток мозга, и для регуляции артериального давления. И в целом, если посмотрим на эту картинку, где какие функции сконцентрированы, это как в хорошем правительстве различные отделы и министерства, то понятно, что в зависимости от степени нарушения кровоснабжения определенные уже клинические проявления будут проявляться. Поэтому о конкретных проявлениях инсульта мы много говорить не будем, потому что, в принципе, ясно, что если нарушен двигательный центр коры, то будут нарушения двигательные, если чувствительный центр поражен, то чувствительные нарушения. Это все может складываться в мозаику сочетания различных симптомов, но это уже задача клинической медицины, клинической неврологии, задача врача-невролога, который обследует вживую больного. Это, опять же, наш мозг, но уже взгляд изнутри. Мы видим, что зоны, они и снаружи, и изнутри, они вот так вот локально разделены определенными анатомическими, что ли, границами. Но это условное разделение для понимания некоторой специализации зон мозга. И главное для нас с вами, что мы видим, вот нижние отделы, гипофиз, и воролиев мозг, связь полушарий, и тут еще мужичок. Это все глубинные структуры мозга, от которых зависит наша самая витальная физическая жизнь. И проблемы бывают двух вариантов. Либо серьезные нарушения в поражении коры головного мозга при нарушении ее кровоснабжения. Но если внутренние структуры стволовые не поражены, выдержали кислородное голодание, перерыв в кровоснабжении, то человек может длительно находиться в состоянии, которое, увы, печально называют в быту овощ, а в неврологии вегетативное состояние. То есть практически нет эмоциональных реакций. Ну, реакция на боли, это не совсем эмоциональная такая физическая реакция. Все внутренние органы работают стабильно. И это вот одна из проблем медицины и неврологии, где нередко встает вопрос о выборе родственников, продолжать жизни человека, либо нет. И встает вопрос о жизни мозга. Это специфические вопросы, которые в мировой медицине до сих пор не решены. Я второй год с одним из таких случаев имею возможность работать и наблюдать, и изучал литературу, и встречал моменты, когда описывали, что человек длительное время находился в вегетативном состоянии. Тут, например, американский пример. После проведения обследования мозга было судом принято решение о прекращении оказания медицинской помощи, но пока некоторое время, дней 10 решений это так вот не успели реализовать. Человек начал приходить в себя. И вообще люди, кто давно и плотно работает с головным мозгом, говорят о том, что действительно мы многое о мозге знаем, но еще больше мы о нем не знаем. Но, по крайней мере, принципы организации краснабжения головного мозга мы знаем достаточно хорошо. И данная схема нам конкретно показывает, что природа очень мудро разделила всю систему кровообращения головного мозга на несколько отделов, которые имеют свою специфический источник кровоснабжения. Либо передняя мозговая артерия, либо средняя, либо задняя. Они какие-то свои зоны мозга, ну как каналы мелиорации в полях, они глобально отвечают за это кровоснабжение. Но, в то же время, есть некоторая слабость тех зон мозга в плане кровоснабжения, которые находятся на стыке. Например, вот между передней и средней артерией, либо средняя и задняя мозговая артерия. Вот эти вот пограничные зоны, они наиболее уязвимы каким-то даже приходящим временным нарушением мозгового кровообращения, не говоря о нарушении уже стабильном, тяжелом. Это мы видим картину кровоснабжения мозга опять же изнутри. И опять же видим, что и изнутри, и снаружи. Вот так вот глобальное распределение на три больших зоны, которые имеют кровоснабжение по разным ветвям артерии мозга. И очень важный момент, который связан с тем, что имеются два канала направления кровоснабжения мозга по сонным артериям и по позвоночным артериям. Мы о них дальше подробнее глянем. Но следует отметить, что специфика головного мозга в том, что мозг не имеет запасов кислорода, и практически минимальные запасы глюкозы. Поэтому средний параметр остановки дыхания и кровообращения, который считается критическим для человека, это в пределах пяти минут. Если мозг не получает питание в пределах пяти минут, то считается, что это уже прогноз крайне неблагоприятный. Но опять же бывают варианты высокоустойчивой гипоксии пациентов. Это одно. Второе, мы об этом процессе поговорим. В последние десятилетия в нейрологии, в вопросах, связанных с реабилитацией головного мозга, все более уверенно говорят о том, что есть определенный процесс восстановления нейронов. Он называется нейрогенез. Он лабораторно подтвержден. И некоторые принципы, скажем так, общения с пациентом, перенесшим нарушение мозгообращения, с целью поддержания и улучшения нейрогенеза на уровне даже фитоарома и диеты, они уже обозначены. Их можно использовать как прямую рекомендацию, помимо специфических методов, которые оказывают нейропатологи и физиотерапевты на реабилитации. Что нужно отметить в особый момент, то, что поскольку мозг является главнейшим органом нашей жизни, нашего организма, регуляция артериального кровооснабжения мозга, она имеет свой особый механизм, который называется ауторегуляция. И до определенного уровня, пока не снижается резко артериальное давление, сосуды мозга способны расширяться и увеличивать поток крови по основным сосудам, для того, чтобы обеспечить минимальный поток кислорода и крови, даже на уровне близкой к клинической смерти. Но считается, что срыв, то есть прекращение либо нарушение механизма саморегуляции, или, как говорят медики, ауторегуляции в очаге, ишемии, там, где мало кровотока, четко отмечают, если артериальное давление диастолическое нижнее снижается ниже 50 мл критически, либо есть распространенное, как говорят, генерализованное поражение артериальных сосудов, это характерно для людей пожилого возраста при атеросклерозе. Касаясь вот этого момента, пожилые люди, атеросклерозе и так далее, я еще дополню, что поскольку у нас лимит по времени 1 час, в 1 час такой объем информации полностью, конечно, не вложить, дополнительно к каждому вебинару по этой теме в цикле неврологии будет на сайте выложена и статья. И вот, кстати, вот эту статью мы сейчас готовим, там будет определенный простой, но достоверный опросник для лиц пожилого возраста, для родственников, если они у вас пожилые, где уже можно, посчитав просто там порядка 25 вопросов, определить степень риска по нарушению инсульта, по развитию инсульта. И ауторегуляция, саморегуляция сосудов, она проходит, во-первых, на уровне таких крупных сосудов, артерий, артериол, но еще есть и, скажем так, местный механизм регуляции, который влияет на состояние капилляров на кровоток, он определяется активностью нейронов, и в процессе активной жизнедеятельности нейронов образуются определенные обмены, то есть метаболические вещества, и включаются, как пишут специалисты, местные нейрогенные механизмы. Но наиболее важные моменты, которые влияют на состояние капиллярного кровотока, это ионы водорода, это внеклеточный калий, это, ну, такое известное вещество, как гистамин, многие знают о нем, если читали что-то по аллергии. Эти и ряд других соединений, они активно влияют на состояние мышечной оболочки вот этих мелких сосудов и способствуют расширению от реальных сосудов, которые находятся в этой зоне. Но если мозг длительно не работает, то там уже застой гуальный, и, кстати, эти механизмы полностью не работают. Даже на этапе уже интенсивной реанимации. Здесь мы с вами видим раздел, который нам тоже нужен будет в дальнейшем. Это вот справа картинка очень красивая, продолговатый мозг. Это та структура, та зона, которая является концентрацией нервных центров, определяющих работу наших органов жизнеобеспечения. Прежде всего, это работа органов дыхания, работа сердечно-сосудистого контура. Вот картина такая очень полезная, потому что мы к ней потом будем подходить и при теме головные боли, головокружения, остеохондроз, особенно шейный отдел позвоночника. Это, как мы видим, такое ветвение артерий, идущих в мозг. И здесь важно обратить внимание, стрелочка, вот указанная цифра 5. Слева и справа позвоночные артерии, видите, они как четко нарисованы, они проходят через остистые троски, через поперечные троски позвонков, в которых есть специальные отверстия. Вот это и хорошо, и плохо. С одной стороны, хорошо, что части позвоночной артерии фиксированы и защищены от какого-то внезапного механического действия. С другой стороны, неправильное поведение человека в отношении своей головы, шейного отдела позвоночника, грубой манипуляции, старения межпозвонковых дисков. Все это приводит к тому, что могут возникать серьезные нарушения с позвоночной артерией, с ее кровотоком. Она обеспечивает очень важные зоны мозга. И нередко лечим одно, а надо разбираться, прежде всего, с шейным отделом позвоночника и его корректировать. А лучше профилактировать об этих вопросах мы поговорим, когда будем разбирать проблемы неврологических проявлений нарушений состояния позвоночника, межпозвонковых дисков. Но в целом видно, что эти артерии, несмотря на то, что идут параллельно, в конце концов, по мудрости природы, они соединяются в общую систему кровотока. Это то, что нас с вами страхует на случай каких-то внезапных нарушений в каком-то одном бассейне. И вот есть такое понятие, вилизиевый круг. То есть соединение артерий, питающих головной мозг, что позволяет, это соединение анатомическое, там нет клапанов, это единая система циркуляции, что позволяет мозгу получить дополнительную порцию крови кислородов, в том случае, если какой-то нежележащий отдел почему-то заблокирован, либо проходимость его ухудшилась. То есть это система анастомозов, то есть соединение сосудов, это вот такой наш сберегательный фонд, это наша страховка на случай каких-то внезапных проблем, которые могут возникать даже во время физической работы, например, когда долго человек на грядке, пожилые люди работают вниз головой, наклоняясь. Это очень красивая картина, вам пригодится для самостоятельной работы, если вы ведете какие-то консультации для пациентов. Мы видим, что каждая зона мозга имеет свою специфическую систему кровоснабжения, но в целом вот они, вот такой красивый рисуночек образует этот вид снизу. Артериальный круг кровоснабжения, он очень такой вот специфический, есть некоторые варианты его строения, но в целом, что интересно, что помимо основного круга Велизи, вокруг вот важный момент, так называемый второй момент, кольцо Захарченко, ну это простые слова, тут уж извините, не обойдешься, но это система, которая обеспечивает стабильность кровотока в стволе мозга. То есть ствол мозга, он имеет свою еще дополнительную защиту в плане стабильности кровоснабжения. И вот эти многочисленные остомозы, они как раз и позволяют нам иметь определенную гарантию при нарушении кровоснабжения по разным причинам. Но важно, чтобы мы сами за собой следили. И один из моментов, который важен для качества мозгового кровообращения, это пример, который я постоянно привожу из искреннего уважения к Михаилу Аркадьевичу Барону. Это специалист, который, наверное, первым в мировой физиологии обратил важнейшее внимание на назначение правильного дыхания, диафрагмального и, в частности, носового, на кровоснабжение мозга. У нас не так давно был ведомарафон. Кто-то, может быть, слушал эти вебинары, там выступал Сергей Владимирович Казначеев, который в конце своего выступления, говоря о принципах здоровой старости, одним из обязательных условий хорошего здоровья в пожилом возрасте, конкретно все-таки назвал носовое дыхание. Правда, дальше нас пространяться не стал, там некоторые общие моменты обозначил, но это так и есть. Или мы дышим, как положено, от природы, не включаясь в естественные механизмы регуляции и кровообращения, и циркуляции черепно-мозговой травмы, жидкости. Либо мы сами себе создаем проблемы. Четко доказано, что носовое дыхание обеспечит оптимальную не только вентиляцию легких, но и оптимальное насыщение крови кислородом. Если мы открываем поддувало, как говорят у нас в России, открываем рот и дышим через рот, это лишает нас нормального физиологического механизма регуляции дыхания. Плюс дает определенные уже факторы риска, особенно если уже есть какие-то проблемы типа гипертонии, либо пожиловоза с атеросклерозом, либо синдром позвоночной артерии. Все это на фоне плохого носового дыхания усугубляется. Но на это, к сожалению, в практической медицине мало кто внимания обращает. Потому что, сами знаете, нервную систему лечит невропатолог, нос лечит от ринолариголог, а здоровьем не занимается принципиально почти никто. Ну вот, насколько серьезно влияет нарушение носового дыхания на состояние нервной системы и мозгового кровообращения, показано, я специально дал название автора и степень кандидатская диссертация. Четко показано, что уже от периода в один год, ну и чем дальше, тем больше, если нарушение носового дыхания стабильное, постоянное, либо частое, таких пациентов немало, то независимо от того, используют ли они капли сосудосудов, либо какие-то другие, регрессируют нарушение мозгового кровообращения, которое, естественно, потом дает уж определенные нарушения, чисто физиологически в работе мозга, потому что не хватает крови и кислорода. А начинать надо с носового дыхания, о чем очень много говорил Бутейко. Только через нос, только через нос. Оптимизировать вентиляцию, оптимизировать содержание углекислого газа на нормальном носовом дыхании. Мозг у нас работает на глюкозе. Потребление глюкозы очень высокое. И мы знаем, что глюкоза является быстрым субстратом для окисления. Но организм наш все-таки прошел определенный цикл эволюции. То ли от Бога, то ли от природы, каждый по-своему считает. И наши системы биологические имеют возможность запасать глюкозу в виде концентрата гликогена. Основной запас в печени, также есть запас в мышцах, и мозг, для которого глюкоза является важнейшим топливом. Если есть кислород, но нет глюкозы, то клетки нейроны тоже практически не работают. Топливо нужно для окисления. Мозг тоже может определенные запасы глюкогена для себя создавать. Но показано, что количество глюкозы, которое в резерве есть, примерно на 10 минут жизни человека. Я сейчас вспомнил опыт работы, общения с подводниками. У меня тут недавно тоже коллега был, один такой из бывших спецназов МФД. Говорит, у нас портативный дыхательный аппарат, а минут на 15 еще воздуха хватает. Но 10 минут это уже максимально критически считается, уже по запасам глюкозы. Если по запасам кислорода, по резерву кислородной устойчивости гипоксической 5 минут, то по глюкозу ресурс всего максимум 10. Дальше уже сложно выжить. И стандартные показатели кислорода углекислого газа для здорового человека в крови в сосудах мозга. Они, в принципе, практически соответствуют тому, что есть в артериальной крови на уровне тела. Принципиальной разницы почти нет. Второй момент, который нужно учитывать, помимо глюкозы, отчасти вот если мы говорили о том, что глюкоза основное топливо для мозга, то вот потом мы в разделе диеты терапии будем упоминать обязательно продукты, связанные с апитерапией и достоинства их. Липиды. Мозг, по сути дела, это ткань, состоящая из жира. Ну, если вы ходили на рынок и вы не вегетариане, вспомните, что там такое под названием мозг. И высокое содержание холестерина. И на наше с вами счастье, бесконечная дискуссия, яйца полезные или яйца вредные, которая сейчас и была инициирована, видимо, какими-то структурами, связанными с производством пищевых продуктов, все-таки сейчас уже конкретно никто не спорит. Одно яйцо в день, особенно в смятку, полезно и даже необходимо. И содержание холестерина на определенном уровне крайне необходимо, прежде всего, для нормальной работы мозга. Сама по себе гипоксия, если говорить с точки зрения медицины, это состояние, когда потребность в кислороде у клеток меньше, чем поступление кислорода. На фоне этого снижается уровень кислительных процессов и, как пишут, уровни биоэнергетики клетки падает. Это связано с образованием этенозин-трифосфорной кислоты. И вот такой интересный академик Скулачев, который занимается вопросами даже не активного долголетия, а жизни без старости. Интересная работа есть. Это специалист, который, в общем-то, на мировом уровне признан. Он оценивает, что снижение АТФ если в течение трех часов, то клетка переходит в состояние апоптоза, но как бы замирает. А если пять часов, низкий уровень АТФ, то клетка, в принципе, отключается, не работает, умирает. И при оценке вот этих проблем, связанных с кислородным обеспечением мозга, постоянно речь идет о том, что гипоксия, по сути дела, является ситуацией окисительного стресса. При этом нарушается мозговое кровообращение и нарастает большое количество таких очень опасных соединений, которые называются свободными радикалами. Идиокисиные формы кислорода, которые токсичны и нарушают мембраны клеток. И тех, которые оказались в зоне конкретного критического состояния гипоксии. И они же все-таки могут дальше переноситься по току крови и помогут поражать достаточно отдаленные клетки нейроны, и, в частности, другие клетки. Поэтому методы помощи при инсульте, это, прежде всего, методы помощи профилактики острых нарушений гипоксии, либо методы реабилитации последствий окисительного стресса, мы немножко о них конкретно скажем. Но я вот напомню, что мы часто говорим про антиоксиданты. Это как раз те соединения, которые необходимы для борьбы со свободными радикалами. И интересное соединение, о котором, кстати, отчасти в работах Сколочева писалось, и Кондрашовой, это янтарная кислота, которая, в принципе, в аптеке стоит без проблем, можно найти. Это и как для защиты, на крайний случай, и как для экстренной помощи. Непосредственно причины инсульта, они многочисленны. Инсульт, как острое нарушение мозгового кровопрещения, может быть связано с двумя причинами. Либо кровь не поступает в сосуд из-за механических причин, но это либо тромб, часто сердечно-сосудистые заболевания, либо спазм сильный сосуда, что мягче, либо разрыв сосуда, геморрагия, кровоизлияние. Сердечно-сосудистые заболевания, это чаще всего есть такая форма кардиоэмболические, то есть формирует развитие тромбов. Холестерин, как проблема уменьшения диаметра сосуда и образования бляшек атероскератических. Сахарный диабет, это тема, связанная с нарушением работы капилляров. Аневризмы, вот очень серьезный, сложный случай, аневризмы сосудов головного мозга, которые очень долго могут протекать вообще бессимптомно, а потом, например, человек долгое время не ходил на какие-то физические упражнения, а потом пошел в спортзал и стал активно себя напрягать, и аневризма может вот здесь разорваться. И специфический момент, который отмечают практически везде в медицинских статьях, это оральные контрацептивы, то есть противозачаточные препараты, которые принимают женщины из-за высокого уровня гормонов, они могут менять показатели вязкости, свертвости крови. И что интересно, момент, который я обязательно отметил внизу, потому что сон менее 6 часов, вроде бы, ну, сон менее 6 часов, но это исследование, которое провели американцы в течение трех лет, почти 6 тысяч человек наблюдали, и при общей оценке организма, его ресурсов и устойчивости, и сосудистой системы, прежде всего, четко сделали вывод, что сон менее 6 часов в сутки, это очень серьезный фактор развития риска инсульта, потому что снижаются адаптационные ресурсы и способность организма к саморегуляции. Также выделяют факторы, которые, ну, невозможно контролировать, условно говоря, это возраст, пол, раса, проживание в какой-то местности, и отмечаю, что в целом инсульт часто наблюдает во время экстремальных перепадов температур, ну, чаще жара, ну, бывает, может быть, и метеобурь, типа как у нас в России, холодный фронт сказывается на регуляции тонуса сосудов, и у людей, имеющих риск, инсульт не может быть. Уже рядом. Вот мы говорили про аневризм, ее немножко подробнее глянем. Это вот такое расширение сосуда, типа мешочка небольшого. Оно, в принципе, не мешает жить и работать. Оно, в принципе, как бы так, кровь поступает и протекает через нее, там не всегда идет застой, не всегда образуется тромб, но это слабое звено, ну, как грыжа, например, на животе. И мы имеем какой-то стрессовую реакцию, физическая перегрузка, либо резкий подъем артериального давления, вот она здесь и разрывается. И еще есть более сложное состояние, но довольно частая причина инсульта у молодых людей. Инсульт молодеет. Если я закончил институт в 1982 году и начинал работать в психиатрии и неврологии, мы конкретно все видели, знали, считали, что нарушение мозгового кровообращения это, ну, чаще всего 60 лет и старше. Сейчас и в 20 лет, и в 40 лет это обычное, к сожалению, явление. И отчасти специалисты объясняют это тем, что встречаются так называемые артериовенозные мальформации, то есть не та строгая система кровоснабжения по сосудам, которую мы смотрели в первых слайдах. Видели там, помните, там все очень линейно распределено, вот оно вот, все понятно. А вот мальформация, это вот такой, скажем так, несистемный, можно сказать, такой, как клубок артерий и вен, где нет такого хорошего организованного кровотока из артериального русла венозной. И стенки вот этой невризмы сосудов мальформации, они тонкие, ломкие, и поэтому они, счастье, дают какой-то вот такой эпизод критический. И не всегда сразу можно ее найти даже на объективном лабораторном обследовании. И в чем сложность вот инсульта, и почему мы с него начинаем, потому что летальность больных инсультом, она высокая. Я был у нас на Сибирске в центре, в сосудистом центре, сейчас такие центры организованы для экстренной помощи больным с нарушением мозгового обращения. Там, как на вокзале, два-три дня постоянно меняется клиентура, скажем так, пациенты. Но проблема не только в ранней смертности, а в остром периоде, но и в том, что в течение, как минимум, первого года смертность продолжает сохраняться высокая. И пациенты, связанные с причинами смертности, это отношение имеет и к дыхательной системе, почему мы будем говорить о реабилитации, профилактике с учетом дыхательных практик. Это респираторные инфекции, осложение сердечной системы. И в целом я специально это выделил, поскольку мы занимаемся видопульсом, вариабельностью сердечного ритма, одним из механизмов которые приводят к повышенной летальности в остром периоде, это расстройство вегетативной регуляции сердца. Это вывод одной из кардиологических диссертаций, где конкретно проводили исследование по показателям вариабельности сердечного ритма у пациентов с инсультом в разных стадиях и в разных ситуациях, с нарушением работы сердца, с другой патологией, либо в чистом варианте. Исследования с оценкой вариабельности сердечного ритма показало, что отмечается особенно в остром периоде высокая активность симпатической нервной системы и потом уже кардиальные нарушения, а как минимум процентов 40 пациентов они уже исходно имели проблемы с нарушением ритма сердца, состинокардией, с гипертонией. Это естественно только усугубляет состояние больного и риск. Диагностика, к счастью, в основных крупных центрах она достаточно хорошо организована и мы видим, что такие современные методы, как исследование сосудов, доплерограмм, исследование сосудов с контрастным типом ритма, но уже это сосуды, контрастное вещество и можно получить портрет судистого русла. Компьютерная томография, всем известная методика, мазонанса, томография, позитрона-эмиссиона, эмиссионография, это все современные технологии, которые показывают для нам карту. Но сняла свое значение и так называемая еще с давних времен методика пункции, когда в нижнем отделе позвоночника проводят прокол и получают спинномозговую жидкость. Мы с вами говорили о том, что спинномозговая жидкость и спинно-мозговые вот эти оболочки они переходят в мозговые оболочки поэтому ликвар черепно-мозговая жидкость и спинно-мозговая жидкость это принципе одна и та среда там и есть есть кровоизлияние то анализ ликвара показывает наличие клей но кстати я смотрел одно из сергея виктор чем косинцев что даже есть когда предварительно берут ликвар и проводят для оценки английской болезни мельсгеймера но поговорим в том разделе ну и реакторомфия это то что необходимо так же как кардиокардиография это функциональное состояние коры головного мозга и одно из интересных исследований которое последние ну наверное десятилетия стало проявляться и на уровне диагностики и части реабилитации это вот такая интересная методика как транскраниальная магнитная стимуляция ткмс это метод возбуждения нервных структур перемен на магнитном поле и там есть определенные программы и это позволяет определять степень двигательных нарушений и степень их восстановления но есть противопоказ плане беременности и водитель и металлических устройств и тяжелые существенные заболевания прежде всего аритмия но метод очень интересный я его наблюдается пион что работает и переносится достаточно комфортно пациентами вариабельность сердечного ритма это вот программа которая показалась и программа объективной оценки не только состояние головного мозга симпатической и парасимпатической нервной системы эта программа которая показала себя как возможность определить в целом и ресурс организма и его адаптационные возможности и все это связано с тем что при нарушениях мозгового кровообращения страдает вегетативная нейросистема степень ее отклонений как раз и проявляется при оценке анализов показателей вариабельности ритма сердца те кто знает про виды пульс вспомнят кто впервые к нам подключился на сайт зайдете информация свободном доступе знаете что мы просто накладываем электроды идет уже определенная математическая программа заложена для оценки различных частот которые заложены в целом в работу сердечного ритма но важные моменты которые можно определить этот показатели централизации индекс вага симпатического здесь это соотношение симпатической парасимпатической нервной системы от которой зависит и уровень артериального давления и тонус сосудов и значит и кровоснабжение и эти показатели меняются как например при инфаркте так и при ишемическом инсульте в том числе но главное что эту процедуру можно проводить даже в домашних условиях в чем большой плюс того же вида пульса и можно проводить буквально ежедневно оценивая динамику состояния под влиянием тех программ реабилитации которые мы заложены потому что важно и что и всех ведущих специалистов неврологов реабилитологов даже при тяжелом ишемическом инсульте реабилитация как настоящая медицинская программа должна начинаться уже в палате интенсивной терапии может быть даже в реанимации с элементарно простых компонентов а в интенсивной терапию там на второй неделе уже должна быть какая-то программа реабилитации которая требует контроля и вариабельность сердечного ритма вот такой хороший общий физиологический способ контроля состояния организма естественно потом по мере активности когда мы включаем лечебную физкультуру массаж рефлексотерапию уже можно более конкретно определять состояние человека мы знаем что разные функциональные состояния вариабельность сердечного ритма нам позволяет определить и нам важно избежать перенапряжения регуляторных систем и получить какой-то уровень может быть оптимального может чуть ниже оптимального но такого рабочего состояния это то что должно включаться в работу команды реабилитологов в принципе считается что знаете именно командная работа не просто невропатолог назначил таблетки уколы и будь свободен адаптационные возможности организма могут в процессе реабилитации существенно увеличиваться это определяется и общим уровнем физического состояния и типом питания части типом каких-то метаболических коррекций той же янтарной кислоты того же глицина к нему подойдем и все это в простых цифрах можно измерять в чем важность видопульса что все это в конкретных показателях определяется и регулируется индексы которые вам знакомы это централизация управления ритмом стресс индекс это все ну просто необходимо в теме обозначить но все это те кто пользуется видопульс знает кто не пользуется загляните на сайт посмотрите конце концов вы знаете мы получаем определенную картину я можем получить необходимые рекомендации том числе по питанию индивидуальному по фито и рома терапии потому что в принципе при развитии инсульта очень серьезно меняется биологическое состояние тела отчасти потому что мозг теряет свои ключевые способности в регуляции всех процессов отчасти от того что человек находится в выраженной гиподинамии это крайне нежелательно и если с хоть какой-то сохранен уровень сознания то как правило люди попадают состояние депрессивное это тоже снижает ресурсы и способности к быстрому восстановлению поэтому возможность тонкой коррекции биологического состояния человека с учетом вот данного на текущий момент статуса который дает видопульс это наверно очень большой плюс для успешной и стабильной реабилитации возможно у вас по вопросам раз и помощи на этапе реабилитации для ваших родственников либо знакомых либо друзей по инсультным делам у нас на сайте видопульс вы знаете есть возможность записаться на консультацию записывайтесь пишите подробно всю информацию которая есть будем обсуждать чем и как можно помочь потому что к сожалению остый период реабилитации стационаре проходит успешно а в домашних условиях ну нередко пациенты остаются так на выживание но если говорить все таки о лечении максимальная активная помощь это первые четыре с половиной часа так называемое терапевтическое окно и важнейшее направление которое появилось не так давно но себя оправдало это тромболитическая терапия это растворение тромба и здесь впереди планеты всей идет финляндия финляндии тромболитическую терапию то есть уже введение внутрикапельных препаратов которые растворяют тромб среднем по оценке медиков статистов а проводят спустя 20 минут после того как у пациента появились первые симптомы в то время как по миру это занимает среднем 60 80 минут среднем на это растворение тромба это быстро восстановление мозговой ткани ой мы с вами не финляндии леком и 10 дней назад тот мой пациент который в тяжелом состоянии они живут в центре города место герас положено правительством активного скорую поэтому лучше все таки иметь что-то про запасную тромбоэлитической терапии это фактор номер один порадуемся за финляндию конечно это необходимый контроль состоянии функции вентиляции легких газообмена работы сердца избежать отек мозга избежать каких-то проблем связанных с поражением пищеварительной системы нарушением акта глотания и так далее и так далее но очень важный момент жирным я отметил первичная нейропротекция начинать с первых минут ишемии продолжать на решение первых трех дней инсульта в чем я не раз встречал примеры когда родственники говорят ну вот особенно сельской местности бабушки там 78 лет но еще не бабушка но все-таки да еще 40 минут где-то на скорой по сельской дороге тащить из района межрайонный центр человека мучить оставляют на дому ну вот один из надежных способов который уже вошел в классику быстрой помощи срочной помощи на дому это так называемый известный препарат глицин стоит он недорого продается во всех аптеках вот под язык или как еще пишут в инструкции трансбукально то есть за щеку либо вот за нижнюю губу поэтому если человек уже не молодой есть гипертоническая болезнь атероскероз есть проблемы намекающие на возможность инсульта пусть лучше глицин всегда будет дома под рукой он действительно работает это можно вот до десяти таблеток очень быстро одно за ноги давать он всасывается в поло сердца и помогает как-то защитить нейроны нейропротекция препарат который давно заслуженно пользуется доверием врачей и пациентов церебролизин возможно кто-то о нем слышал крайние варианты активной медицинской помощи это конечно хирургия если там разрыв сосудов гематом надо с ней что-то делать и часто их удаляют нам нужен специальный в общем-то подход и обследование и если есть проблемы типа аневризмы шунтирование артерии головного мозга как он делал шунтирование на сердце так и здесь это уже технологии которые отработаны как стандарты уход за больным это необходимая мера потому что принципе не зря говорят вот я когда общался с санитарками в центре нейрохирургии не горят дома стены лечат и нередко отмечаешь пациенты которые провели там может быть три-четыре месяца в клинике когда приходит домой они как-то быстрее включаются антигипоксанты это то что нужно для борьбы с гипоксией в остром периоде и особенно для борьбы с окисительным стрессом и устранением хронической гипоксии а человек который мало двигается и слабо дышит что он в состоянии хронической гипоксии скрытого неизбежно находится просто на это внимание никто не обращают это препараты либо прямого действия чаще это фарм препараты непрямого действия смешанного действия независимо от вида препарата они все помогают клеткам сохранить свою жизнеспособность на уровне предельно низкого содержания кислорода который в силу разных причин формируется особенно при такой патологии ну вот моменты которые мы еще раз повторим это янтарная кислота как хороший антигипоксант прямого действия либо лимонтар смесь янтарной и лимонной кислоты на моих семинарах по дыханию мы об этом говорили это все препараты наши доступны аспаркам лицетин есть продажи глицин уникальный препарат потому что он влияет на дыхательную цепь митохондрий активирует их работу в условиях ишемии ограничено поступление кислорода и улучшает накопление атф глицин в принципе он даже так вот для профилактики полезен особенно когда приходится много работать либо сменная работа либо стресс лучше сделать такое простое физиологическое прикрытие чем рисковать своим здоровьем чем интереса янтарная кислота тем что это соединение ну в виде таблетки мы его получаем соединение которое является в той форме которая сразу усваивается клеткой работает митохондрии помогая накопить больше атф а атф это уже в общем-то обеспечение процессов внутриклеточного метаболизма и дыхания прежде всего цитофлавин то что уже конкретно идет для состояний инсульта в остом и подростном периоде это смесь янтарной кислоты никотиномид это никотиновая кислота либо флавин и еще один компонент и показано что применение цитофлавина в течение 12 часов по центру это снижает очаг поражения а смертность снижает даже на 17 процентов препарат тоже доступны и не дорогой фитотерапия прежде всего должна быть нацелена на компенсацию гипоксии и тех нарушений которые возникают в мозге и других органах поддержку активной работы сердца здесь список который кто-то из вас уже встречал на моих вебинарах растения выразного действия список большой поскольку вебинар в свободном доступе бесплатный потом к нему вернетесь по необходимости но я специально выделил вот манжетка обыкновенная они мы немножечко подробно поговорим травы все наши российские все доступны и на садовом участке и в аптечной сети лобазник о лобазнике поговорим на следующем вебинаре он тоже очень интересный в плане антигипоксанта средства умеренного действия это фито антигипоксанты которые помогают компенсировать я еще раз видел второй интересный представителей лекарственных растений антигипоксантов шлемник байкальский то что имеет прямое отношение к инсульту его последствиям ну препараты слабого действия которые в принципе могут входить сбор потому что помимо того что надо нам нужно компенсировать гипоксию человека как правило проблемы с пищеварением бывает проблемы с печенью проблемы с обменом веществ это все требует какой-то поддержки поэтому необходимо всегда формировать какой-то сбор и вот из этих трех групп сильного среднего слабого действия антигипоксантов можно выбрать и то что конкретно снижает гипоксию и необходимые нарушения в работе например того же желудка гастрит либо кишечника вот фенхель наш с вами любимый можно использовать манжетка красавица трава алхимиков так ее называли наделяя сверхъестественными силами но по оценке фитотерапевтов это уже наши источники она относится к категории сильных антигипоксантов повышает устойчивость клеток гипоксии переклеточными метаболизм повышая проницаемость мембран для кислорода активирует работу дыхательных ферментов метахондрик то есть внутри клетки кроме вот этого хорошего антигипоксического эффекта она полезна необходимо при патологии сердечно-сосудистой системы а это у каждого второго пациента с инсультами корректор метаболизма ожирение сахарной диабет тоже как минимум треть пациентов имеет эти проблемы и вот свойства антигипоксанты манжетки настолько они конкретны и уже доказаны и показаны что специалисты которые занимаются проноямой йогой дыхательными практиками говорят что манжетка это растение первого ряда в составлении проноямных сборов то есть если люди регулярно занимаются дыхательными гимнастическими на уровне гипоксического тренинга вот фитосборы которые полезны для поддержания и улучшения результатов так называемые проноямные сборы манжетку включать можно и нужно еще один хороший наш друг от природы шлемник байкальский но само по себе название уже говорит о том регионе где он чаще всего встречается это растение которое считаю что он ходит в десятку самых популярных лечебных растений восточной медицины но он входит в нашу государственную фармакопию продается в разных вариантах я видел настойки я видел траву я видел и корни все это в принципе достаточно активно работает но отмечается что препараты отмечают укрепляют кровеносную систему стабилизирует артериальное давление особенно на фоне атеросклероза и а вот эта фраза из одной врачей на статьи исследования бурятских ученых выявили способность препарата шлемника стимулировать рост нервных клеток что объясняет его интенсивная использование восточной геронтологии я об этом прочитал годика три назад и сразу по шлемнику сдал себе делать подборку ведь она пригодилась на данный момент что интересно что от флавоноиды это особое соединение байкалин подавляет перекис на окисление липидов 375 раз сильнее чем витамин е это защита от оксидантного стресса флавоноид нейропротектор на то есть защита нейрооксилитическая это улучшение на состояние действия препарата шлемника малотоксичные не оказываются отрицательного действия даже при длительном приеме что нам и нужно для реабилитации инсультивных больных это три-четыре месяца постоянно активной реабилитации если мы готовим сборы с целью работы в отношении гипоксии то делается сбор при необходимости 35 компонентов но хотя бы один компонент из первого списка с выжданным антигипоксическим действием включать надо но манжетка она как правило доступна везде в нее особо какие-то противопоказания нет она может быть растением номер один и курсы от двух до четырех недель постоянно постоянно можно проводить немножко меняя растение из групп либо делая перерыв небольшой и повторять дальше естественно фоне особой аромы особой программы реабилитации по ароматерапии мы знаем что ароматерапия это способ воздействия на нервную систему и на головной мозг прежде всего через вдыхание эфирных масел через нос именно ингаляция через нос что запускает определенные рефлексы связаны с работой лимбической системы а лимбическая система это внутренний отдел мозга который управляет всеми внутренними функциями но имеют определенное отношение еще и к процессам памяти в частности и вот гиппокамп интересная структура маней гриль на бинарах это как раз тот интересный кусочек мозга который за механизм памяти отвечает довольно в большом объеме и эфирное масло особенно розмарин в том числе помогает активировать его функции и включать механизмы для реабилитации эфирные масла они разнообразны по своему составу но все они являются маслами защиты от старения гаммизма геропротекторы справа красном видите выделено и антиэсиданты активность адаптационные механизмы воздействия на центральную нервную и на вегетативную нервную систему это основные векторы действия эфирных масел здесь нам что полезно эфирные масла которые обеспечивают адаптацию все-таки человек перешел из одного состояния в другое это аптогенное действие и антиоксидантное то есть эфирные масла тоже работают против окисительного стресса в виде ароматерапии в том числе необходимо выбирать минимальные дозы с одной-двух капель частота процедур от на мой взгляд может быть и до четырех до даже до шести в зависимости от того в каком состоянии в каком помещении человек находится но процедура минут десять-пятнадцать в дыхании не более того это аромалампы могут быть самая разная это ингаляция через нос это компрессы может быть стимуляторы но здесь наверное интересные такие как мята сандал эвкалипт камфорный лавр успокаивающие лаванда шалфей адаптогены для нервной системы это уже не повторить тоже по нервной системе идут масла вот кипарис он хороший особенно для вата должен считается лаванда эфирное масло номер один в данной ситуации для ингаляции их может чередовать одно за другим либо делать комбинацию нервная система мята особенно для вегетативной нервной системы гемодинамика мозга вместе с лавандой у нас просто время уже немножечко немножко поэтому я так в быстром темпе но мы к этому будем возвращаться уже в других разделах поэтому то что сейчас где-то может быть не уловили мы к нему вернемся розмарин очень хороший эффект для нервной системы но предупреждение при высоком давлении гипертонической болезни либо после инсульта бывает остается высокое давление розмарин не рекомендуется это его существенное ограничение грейпфрукт и другие эфирные масла из группы цитрусовых тоже апельсин мандарин они очень хорошо идут анис для того чтобы увеличить тонус активность нейронов в плане какой-то ну эмоциональной работы чтения пчел гомот стресс и неврозная депрессия пациентов действительно часто возникает реактивные состояния типа депрессивных что все жизнь кончилась я не восстановлюсь особенно если он полежал в палате где пять шесть семь человек если у человека с инсультом на глазах его соседа вынесли вперед ногами закрыв простыней тоже страх смерти он где-то подсознательно впечатывается и нужно психику регулировать не только словами не только вниманием заботой но такими естественными факторами для ароматерапии первый вариант наш ингалятор который для насморка для лечения насморка зарегистрирована меняйте вкладыши накапали эфирные масла проводите вдох через выдох через нос с медленным дыханием задержки пауза после вдоха технический вариант вот такой это хороший ингалятор который обеспечивает образование субмикронного аэрозоля Томск производит полезный продукт особенно если у человека проблемы с дыхательной системой акуличек уже много ибо пожилые люди имеют заболевание бронховичной системы то такой ингалятор позволит хорошо обеспечить и ароматерапию вдох через нос а поскольку очень мелкие частицы в аэрозоле то тестические эфирных масел посыпают глубоко в дыхательные пути и санируют защищают очищают бронхи и бронхиолы на нижнем уровне что очень важно для профилактики восприятия заболевания органов дыхания которые могут до 20 процентов летальности давать смертности классический еще советских времен многим известный ингалятор махольда встречается многие в общем-то пользуют и очень простой вариант который я буквально вот последние два месяца протестировал мне он понравился идете в магазин например рабочие одежды спецодежды я у нас рядом я тут купил закрепить такую защитную маску респиратор за m8101 пациенты которым я советовал находили даже в каких-то супермаркетах где 5 масок за 35 рублей продается но это уже не цены в наше время и 35 50 это как бы мелкие расходы но что удобно что его можно хорошо фиксировать на лицо верхнее видите там такая полоска это накладка которая позволяет хорошо фиксировать это на переносице в нижнюю часть маски закапали 1-2 капельки может до 5 по переносимости по качеству масла по резкости запаха и можно спокойно ингалировать лежа без напряжения особенно если у человека сложности например после инсульта там рука слабо работает сейчас он сонливый можно даже в положении когда он задремал масочку одеть и до 15 минут 4 сеанса в день проводить это такой домашний вариант но он практичный что важно отметить что если повышенная свертываемость крови а это для больных с инсультом нередкость базилик кипарис не применяется при высоком давлении сосна розмарин шалфей тимьян не рекомендуется после инфаркта базилик ориантр сосна поскольку повышает тоже тромбиновый ингст с свертываемость крови может увеличиваться ну и заболевание почек можжевельник с анталкориантов но в принципе выбор эфирных масел достаточно большой поэтому подобрать программу ароматерапии в принципе не сложно но если помощь нужна я еще говорю что у нас на сайте есть возможность получить развернутую консультацию подробную чем больше вы напишете ситуации с пациентом с вашим родственникам знакомым к кем-то еще тем удобнее составлять программу реабилитации немножко пришлось терапиться но чтобы не разорваться первую часть инсульт нарушение мозгового кровообращения мы говорили о нарушении артериального кровоснабжения и в общих принципах фито и ароматерапии прежде всего для профилактики и исключение последствий окисительного стресса основной вы уловили вопросы какие дыхательные практики рекомендованы для улучшения состояния сосудов это будет у нас как раз вот следующий вебинар будет марте там будет инсульт продолжение темы на уровне реабилитации прежде всего реабилитации в домашних условиях глицин для профилактики можно но не пить а под язык он рассасывается хорошо но чтобы было удобно таблеточку взяли или в ложечке немножко на две части разделили либо зубами раскусили и или под язык или между зубами и между нижней челюстью и нижней губой оно рассасывается ну так незаметно слегка сладковаткий вкус поэтому он переносится хорошо если но заложен аллергический риниту нужны просто хорошее промывание слабо соленым раствором самый простой вариант который я отрабатывал за десять лет мы довели его до медицинской технологии это промывание с комплексом долфин есть сложный солевой раствор с фитокомпозицией есть просто долфин без лекарственных растений наберете долфин и посмотрите и заказать его можно везде где угодно цикл будет посвящен именно работе реабилитации но естественно чтобы проводить реабилитацию надо понимать с чем мы работаем поэтому сначала основные моменты по анатомии физиологии структур потом ключевые моменты связанные с проявлениями нарушений функций системы либо органа потом то что мы делаем и если в этом направлении реабилитации можно использовать в том числе технологии вида пульса биокванта это конечно тоже будем обозначать но как часть программы они как прямая реклама что только вот это больше ничего глицин если говорить о профилактике ну я бы рекомендовал вот если человек в интенсивном напряженном состоянии то может быть от 6 даже до 8 таблеточек в день но через полтора два часа не чаще если человек в инсультном состоянии вот в 8 состоянии то там буквально может быть за час до 10 таблеток но по одной раздавили за щеку или под язык положили что прососалась и там до одного грамма это практически 10 таблеток на сон он отрицательного эффекта не дает реакцию никакую там водительскую не тормозит с какими-то другими препаратами либо лекарственным травмами в принципе взаимодействие элементарно простое то есть он не является препаратом с какими-то особыми показаниями это препарат такого универсального биологического действия препараты по глицинам практически нет противопоказаний я вам честно говорю сколько я не смотрел статьи и отзывов в писании и так далее но это аминокислота которая в принципе близка к тому что у нас в организме есть и требуется препараты селена в принципе они необходимы и учитывая что у нас большая часть россии наверное больше чем две трети территории является селена дефицитными препараты селена принимать ну наверное полезно пожизненно как компенсация дефицита микроэлемента ну а селени и и о чем-то там так селена у меня там в запасе был магний это как раз уже вот на следующий вебинар я начало мы с этого начнем продолжение как бы фитотерапии но это будет привязано к диета терапии магний почему они необходимы и какие варианты можно использовать лентарную кислоту ну знаете вот если у нас с вами такой сезон тяжелый как в россии холодная длительная темная зима то самый простой вариант который я пробую и делали можно три раза в день по таблетке без проблем это как препарат как средство такой энергетически под депрессивной зимы может быть с мая до сентября и отдохнуть но если говорить о продуктах в которых реально конкретно находятся это продукты которые есть практически на всей территории России это крыжовника особенно часто отмечают незрелый ну чуть-чуть кисловатый и наш прекрасный русский продукт репа о которой мы к сожалению забыли в репе хорошая концентрация янтарной кислоты и когда я об этом узнал я понял почему в русской народной традиции фольклоре есть сказка про репку которую никто не мог вытянуть настолько там много у нее сил вот к этим моментам мы будем периодически возвращаться в разных темах но сейчас вы поняли что в принципе профилактика инсульта она необходима это не просто отказ от курения и перебора по жирным кислотам это определенные уже профилактические процедуры с той же ароматерапией с регуляцией дыхания с обеспечением носового дыхания и с профилактическим приемом простых натуральных средств такие как янтарная кислота и глицин которые в принципе они организм воспринимается как естественные участники метаболизма ему не приходится их перерабатывать разлагать что-то из них синтезировать они уже как дрова для печки они уже готовы для восприятия вот на этом все если опять же еще раз говорю у кого-то из вас есть личная задача помочь знакомым родственникам друзьям на сайте есть консультации пишите будем работать потому что я наблюдал те примеры которые ну вот пока не видишь не поверишь что человек может ходить а до этого он лежал только под себя как спасибо за внимание извините что пришлось экспромтом быстро проговорить некоторые моменты но мы всегда с вами еще встретимся это только начало всего доброго будьте здоровы принимайте глицин санитарной кислоты и до следующей встречи до свидания и до новых встреч Продолжение следует...